всем привет с вами кекс и сегодня я хочу поделиться с вами самым универсальным рецептом теста великолепного такого нежного пушистого воздушного воздушного это самое подходящее тесто для любых не сдобных пирожков всяких пицц в моем случае я делала пиццу и хачапури отлично подходит реально для жареных пирожков печеных пирожков для пирогов допустим всяких там если вы любите там рыбные там картофельными и тому подобное то есть это самое универсальное тесто и она делается очень просто для начала нам нужно взять 250 миллилитров молока и его слегка подогреть чтобы развести в нем дрожжи молоко не должно быть горячим оно должно быть слегка теплым вот чтобы наши дрожжи не испортились у меня здесь пачечка дрожжей 40 грамм я делю пополам и одну половину еще раз напополам чтобы взять одну треть отделить точнее одну треть и я буду использовать 30 грамм прессованных дрожжей сюда чаще всего работы именно с прессованными дрожжами но если вы любите больше работать сухими то сухие соотносятся где-то один к трем то есть если я беру 30 грамм мокрых дрожжей то сухих вам соответственно нужно 10 грамм вот чтобы наши дрожжи начали работать нужно добавить полторы чайные ложки сахара можно добавить чайную ложку но так как дрожжей много я добавляю полторы чуть-чуть я видимо перегрела молочко решила перелить в другую чашку чтобы она капельку остыла буквально пару градусов и и теперь вот эту вот свои дрожжи я крошкой делаю чтобы они побыстрее у меня растворились в молочке ну просто ломаю они такие приятные на ощупь гладенькие дрожжи должны быть конечно же свежие вот и мне на самом деле кажется что с мокрыми дрожжами тесто подходит намного лучше и ну работает оно всегда то есть сухие дрожжи не всегда так срабатывает так как нужно вот поэтому я советую больше работать с мокрыми и особенно если у вас продаются тоже вот так вот маленькие пачечки это абсолютно беспроблемно это стоит дешевле даже чем сухие дрожжи вот мне работать с ними проще и надеюсь вам тоже в общем дрожжи мы практически растаяли вот я эту чашечку сейчас отставляю я туда не добавляю ни муки ничего просто отставляю чтобы мои дрожжи начали с сахаром работать а вот этот остаточек 10 грамм я заворачив пленку и ложу в морозильник и он еще абсолютно нормально месяц и больше будет действительный без всяких проблем единственное замотать в пленку потому что он иначе у вас будет вонять половина морозилки этими дрожжами так вот теперь мне нужно отвесить полкило муки мука мне кстати домашняя похвастаюсь мне передали села муку так что буду пользоваться домашней мукой она такая даже я бы сказал немножко с отрубями вот что тоже очень полезно так что в общем нам нужно полкило муки на 250 миллилитров молока вот вы видите ровно полкило 503 грамма у меня на весах показывает муку мы отвесили теперь смотрю начинают вылазить мои дрожжи с чашки поэтому надо быстренько вы видите уже поднимается шапка выше краев чашки поэтому надо очень быстро переместить чашу миксера мою муку я ее можно второй раз не просеивать но я вот решила грамм просеять смотрю спешу что у меня просто пена дрожжей вылазит с чашки поэтому сейчас очень быстро надо вылить мои дрожжи иначе потекут по всему столу делаю углубление так и теперь быстренько смотрите какая пена прям сразу это без муки в чашки у меня ничего не добавляла ним ничего просто сахар в молоко и дрожжи так вылила все это добро сюда и теперь это можно ставить чашу миксера в кухонный комбайн можно вымешивать конечно же руками но я люблю первый вот этот этап пускай поработает комбайн а там уже когда тесто густое уже можно и руками поработать чуть-чуть нам еще понадобится одно или два яйца я буду делать на одно яйцо вы видели у меня еще осталось одна немножко муки там и нам нужно в на данный момент всыпать пол чайной ложки соли соль мы всыпаем только на этом этапе в молоко если бы мы всыпали вместе с сахаром то дрожжи не начали бы так бродить и добавляем одно яйцо можно добавить два яйца но тогда тесто будет более плотным как бы более забитым я хочу чтобы тесто было более воздушным и нежным поэтому буду делать только на одно яйцо теперь мы добавили это одно яйцо оно вымешивается и нам нужно добавить в рецепте указано добавить три столовые ложки подсолнечного масла я добавляю сейчас две с половиной потому что я еще буду смазывать руки когда буду вымешивать маслом поэтому сейчас добавляю чуть чуть меньше чтобы не было очень много жира у меня моем тесте все теперь можно практически всю муку высыпать я капельку еще оставлю почему потому что я буду вымешивать на столе это раз в конце до мешать поэтому грамм муки вон у меня остался во вторых я делала на одно яйцо то есть это как бы жидкости у меня будет чуть чуть поменьше в тесте чем надо поэтому как бы чтобы не забить тесто я добавляю сейчас не всю муку не все полкило сразу вот этот оставшийся грамм я просеиваю на стол сейчас посмотрим что там наше тесто буквально на в комбайне у меня еще помесилась там минутки 3 пока соединились ингредиенты я пробую что мое тесто такое довольно уже плотненько не мягкая не липкая и сейчас я его аккуратненько постараюсь так неудобно держать немного отставлю вынимаем на стол я смотрю что тесто мое не будет нуждаться в таком количестве муки поэтому часть муки я отодвигаю увидите тесто нет течет тут не плывет она уже как бы хорошо плотная в общем выбрасываю сюда на стол все его нужно немножко поднять руками чем больше вы мнете тесто руками работайте с ним руками особенно дрожжевой она любит руки поэтому дрожжевое тесто будет с каждым вашим нажимом только вкуснее и вкуснее и вам нужно хорошенько вымесить тесто тесто должно стать нежным эластичным и не липнуть к рукам вы видите я практически не подмешиваю уже муку слегка буквально одной капли масла руки смазываю чтобы не прилипала по камень с к рукам и мешу тесто это тесто кстати можно с ним работать то есть это не опарное тесто очень быстро считается тесто поэтому я думаю вам оно очень много раз еще пригодится не забудьте записать рецепт потому что я этим рецептом пользуюсь практически всегда когда мне нужно любые жареные пирожки беляши не важно вот практически всегда только этот рецепт единственное я еще пользуюсь постным тестом который я вам уже показывала вот это когда пост а так в основном вот это так я вот пробую чуть-чуть у меня вы видели липнет к пальчиком еще еще буквально десять нажимом так пробуем об все рукам уже не липнет тесто мягкое нежное эластичное все это тесто можно не оставлять подходить на его с ним в общем можно работать сразу если вам допустим это на пирожки то есть вы начинаете сразу делать пирожки пока вы сделаете последний то первые у вас уже подойдут так как я буду делать пиццу первую и мне нужно еще заготовки мои порезать я это тесто оставляю подходить вы можете это делать можете не делать то есть принципе ничего от этого не поменяется если вам надо супер быстро то есть вот пожалуйста ваше тесто уже готово и все больше делать ничего не нужно и начинайте с ним работать если же у вас есть лишний час оставьте тесто подойти пускай она расстается немного я накрыла пленочкой смазанной маслом и накрыла полотенчиками отставила в теплое место чтобы подходило мое тесто тем временем вот у меня варились корочка куриные нарезала я грибочки которые слегка потом буквально течение трех минут так проварила в кипятке на пиццу и так же самое у меня еще были остатки сыров и плюс я планирую делать хачапури у меня еще адыгейские сулугуни я покупала то есть у меня будет и пицца с тремя видами сыра вот моя курочка которую я порвала на такую соломку и у меня еще была ветчина то есть получается что у меня пицца такая мясно-сырная то есть два вида мяса три вида сыра ну в общем такая насыщенная пицца посмотрите теперь на то тесто из маленького комочка что у меня вышло простояла у меня тесто 45 минут просто я увидела что она уже вылазит если бы она постояла у меня хотя бы час то она у меня просто бы поперла не влазила бы в мою форму в мою подставку пиццы я буду делать на полу фабрикаты то есть пиццы эти я буду замораживать я их не буду печь сразу можно печь сразу я буду замораживать поэтому я взяла обычное днище с формочек для выпечки если у вас есть те что надо формы используйте их я обминаю свое тесто и буду делить это тесто на три части из двух частей я сделаю две пиццы а из третьей части я сделаю два хачапурика себе вот мне так захотелось сегодня просто просто мне захотелось сегодня если вы будете пиццу печь сразу то делайте ее сразу на пергаменте раскатывайте на пергаменте можно вот так вот распределить руками но дрожжевое тесто она довольно она хоть и эластичная но она любит возвращаться в предыдущую форму поэтому в общем чтобы не морочить голову решила попробовать его немножко подраскатать вот сейчас называется психанула попробовала так скалка липнет взяла пленочку и между пленочкой решила раскатать вот так вот будет точно быстрее дальше уже буду распределять пальцем я как пицциола не умею кидать дрожжевым тестом она у меня тогда и порвется я пробовала лучше мне и быстрее так а пиццу удобно я сейчас ее заморожу через два дня у нас будут гости просто мне не будет свободного времени на тот момент я просто эту пиццу сниму с пленки поставлю в духовку просто поставлю ее изначально не на 180 градусов а градусов на 150 и буквально минут 5 на 150 градусов и потом поставлю 180 и еще минут 15 может чуть меньше на 180 градусов и все и допеку свою пиццу уже она у меня будет тогда готова так вот продолжим с нашей пиццы это кстати у меня домашний кетчуп если кому-то будет интересно могу снять еще видео пока есть сезон домашний кетчуп это буквально кетчуп из нескольких ингредиентов делается мега просто особенно если у вас есть погруженный блендер то вы сделаете у меня муж в восторге я первую партию когда сделала на 4 килограмма помидор она у меня разошла с течения двух недель просто съелась сразу я не знаю как так вышло мне пришлось очень быстро еще две партии закрывать вот от того что это полезно и что это домашний кетчуп они магазины без всяких консервантов и прочего это уже об этом говорить не нужно в общем я смазала кетчупом днище своей пиццы сейчас разбросаю курочку самую первую а наверх нее буду ложить ветчину чтобы ветчина когда потечет ну вот немножко она пропитает курицу чтобы запах был у меня там не ветчина у меня если не ошибаюсь копченая рулька там единственное у меня сейчас склероз наступил и я забыла положить грибочки в свою пиццу вот и мои грибочки остались не пределе и я их потом пыталась как-то засовывать уже под сыр когда сыром уже притрусила в конце уже как-то пыталась засовывать их под сыр ну я надеюсь у вас такого не получится это только я так могу склерозом страдать в общем вы видите я раскладываю ветчину тесто начинает потихоньку подходить даже в процессе вот когда я работаю пиццы уже бортики начинают потихоньку подходить мне это даже на руку потому что она подойдет и я его поставлю в морозилку и уже там будут такие готовые бортики то есть я не буду переживать что у меня с пиццы будет что-то вытекать еще очень люблю пиццу кто делает кто знает с маринованными огурцами то есть это на самом деле очень-очень вкусно еще будучи студенткой я когда-то работала в маке и там в чизбургере во все остальное ложили эти маринованные огурцы после этого я очень люблю с маринованными огурцами и бутерброды и вот в пиццу кружочками режу просто в этот раз мне не захотелось открывать банку ради двух маленьких пиц сверху на ветчину я поливаю чуть-чуть майонезиком буквально чуть-чуть я его в кондитерский мешок посадила но обычно я просто это делают пакетик в пакетике делаю дырочку и вот так вот просто чтобы равномерно распределить майонез и вот тут бы надо было бы положить грибы а потом майонез но вы видите что я забыла свои три вида сыра распределяю стараюсь просто побольше равномерно в общем вы попробуйте очень удобно если у вас есть место в морозилке очень удобно сделайте вот так вот две пиццы или допустим вы делаете две печете сейчас одну одну себе оставляете на прозапас и там через две недели захотелось пиццу опять и вы хоп достали у вас уже она готова и не надо не заморачиваться ничего больше варить нарезать и то есть ну очень удобно когда есть пицца полуфабрикате и это не сравнить с той пиццы которая продается в магазине пустая который там три кусочка помидора там два кусочка гриба и один кусочек колбаски то есть это совершенно в общем не мне вам рассказывать мы сейчас говорим о преимуществах этого дрожжевого теста на самом деле просто я о том хочу сказать что она даже после заморозки ведет себя отлично то есть она подходит дальше в духовке ну классное тесто на самом деле попробуйте не пожалейте в общем пиццы готовы пиццы ушли у меня в морозилку теперь я тру адыгейский сыр и сулугуни ну плюс-минус в равных пропорциях у меня так вышло и буду делать свои хачапурики по-аджарски я видела как грузин на открытой кухне готовил и он добавлял воду в эту смесь сырную я не знаю если честно что именно она придает может она там воздушность какую-то сочность придает сыру может он тянется потом лучше не знаю что именно но видела просто что грузин добавлял воду я решила вот чуть-чуть попробовать добавлять у него прям такая получилась была крошка очень мягкая с водичкой поэтому я пытаюсь добиться такой крошки вилка пытаюсь перетирать немного адыгейский сыром же крошится в общем не ушло где-то грамм 25 водички сюда еще вот но это сыром может быть маловато может быть надо было еще чуть-чуть побольше еще вот остаток теста у меня за пока я делала пиццу вон тоже подошел за 10 минут буквально еще в два раза он опять подошел я его еще раз обминаю и делю это мне будет 2 хачапурика еще так сейчас я уже поняла что удобней мне раскатать между пленкой если вы печете сразу раскатывайте на пергаменте сверху пленкой приложите чтобы пленка точно наверняка не пристала у вас смажьте ее капельку растительным маслом так будет намного удобней можно тоже растягивать руками кто-то качает совсем круглые лепешки но я такой делает чуть-чуть более продолговатую кораблик чтобы она у меня более длинная была а не совсем круглая ну вы качаете так как вам нравится вот такой вот овал у меня получился снимаю верхнюю пленочку раскатала где-то у меня здесь где-то около полу сантиметра может чуть чуть больше толщина теста смотрите я высыпаю сыр сейчас сразу можно делать двумя способами можно высыпать сыр вот так вот сразу и распределить его почти до краев а можно вначале свернуть лодочку а внутрь уже насыпать сыра но мне хотела что просто и в моих краях тоже было немножко сыра и поэтому я решила сделать так но удобней удобней делать как бы начали лодочку потом раздвинуть эту лодочку и в нее положить сыр ну вы видите вот я скатываю две такие трубочки и соединяю края вот здесь немножко у меня затек затекла водичка с моего сыра и плохо лепится кончик но ничего страшно но мне не раз соединиться надо хорошенько просто постараться прилепить вы видите расходятся немножко здесь сложнее уже так как сыр у меня мокрый там сложнее мне было расставить чтобы красивая лодочка была а если бы я сыр сюда сейчас не ложила я была аккуратненько тот лодочку расставила и наполнила бы все это днище получается сыром может быть так было бы удобней ну раз я решила делать так то решила делать так вот уже подпеклись мои хачапури они у меня пеклись при температуре 200 градусов 20 минут я сюда добавила по яйцу и решила поставить еще на пять минут чтобы яйца не были совсем сырые и и после этого я положила по кусочку масла и уже можно кушать пробовать все очень 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 вкусно советую и вам попробовать обязательно приятного аппетита с вами был кекс до новых встреч пока пока понятно